Отмена банковского роуминга, изменения в законе о виноградарстве и виноделии, увеличение минимального размера по уходу за детьми. Подробнее в правовых новостях от компании «Гарант». 14 июня в нашей стране отменяется так называемый банковский роуминг. Речь идет о комиссиях за межрегиональные переводы денег между банковскими счетами клиентов внутри одного банка. В середине июня размер такой комиссии не должен зависеть от того, в одном или в разных регионах страны открыты счета от правителей и получателя. Закон был принят еще в конце декабря прошлого года, однако вступает в силу с 14 июня, тем самым дав 6 месяцев кредитным организациям для приведения своих тарифов в соответствии с указанными требованиями на все территории России. С 26 июня вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии. Он закрепит такое понятие, как «Вино России». Такая надпись на бутылке будет означать, что вино на 100% произведено из винограда, выращенного на территории страны. А выкладка такой продукции в торговом зале также будет сопровождаться надписью «Вино России». На этикетке также обязательно должна быть информация о сорте, месте происхождения вина и годе урожая. Если напиток крепостью до 22 градусов получен брожением иного, чем виноград плода, использование слова «Вино» на этикетке не допускается. Продукт получит надпись на этикетке «Не является вином», и для таких напитков должны быть предусмотрены отдельные полки в магазинах с информационной надписью «Продукция не является вином». Еще 11 мая Владимир Путин выступил с предложением увеличить вдвое минимальный размер пособия по уходу. Госдума уже приняла закон с соответствующими изменениями в окончательном третьем чтении, предусмотрев, что поправки вступают в силу с 1 июня 2020 года. Раньше минимальные выплаты на первенца и на остальных детей отличались по сумме. На первого ребенка платили меньше, чем на каждого последующего. В 2020 году с учетом индексации минимальное пособие составляло около 3300 рублей на первого ребенка и 6700 на второго и каждого следующего ребенка. Теперь обе эти суммы в законе заменяются одной – 6752 рубля, независимо от очередности рождения ребенка. Если же семья получала выплаты на ребенка в большей или равной минимальной величине сумме, то выплаты и дальше будут перечисляться в прежнем размере.